Прежде чем начать смотреть этот обзор, хочу выразить отдельную благодарность всем этим ребятам, которые подписаны на мой бусте. Спасибо вам большое, ведь ваша поддержка очень многое дает моему каналу. Кому интересно, то подписавшись на бусте, вы получите ранний доступ к видео, возможность писать мне в ЛС или в личку скидывать свои бои. Ну и конечно же, на каждом стриме, каждый из тех, кто подписан на мой бусте, играет со мной взвода. Стоит эта подписка сущие копейки, но реально помогает оставаться на плаву. Ссылку на бусте я оставлю в описании. Всем привет, друзья, с вами Аверпер Геймс и сегодня мы посмотрим на Маусятинку в роли босса. Честно говоря, я долго думал выкладывать бой из режима или нет, но в итоге думаю, а была не была, выложу. Тем более, что бой интересный, бой красивый, да и все-таки иногда нужно отдыхать от этого в последнее время крайне неадекватного рандома. Из режима очень часто скидывают какие-то интересные побоища, такие, знаешь, вот насыщенные на всякие там разные события и даже эпичные. Но в любом случае вы обязательно напишите, что вы думаете по поводу реплеев из режима, потому что ваше мнение, оно будет определяющим. Я посмотрю, много ли тех, кто хочет смотреть эти реплеи и если вас действительно будет много, то, конечно же, я буду вам время от времени подобное показывать. Ну, в общем, ладно, что-то я сегодня затянул со вступительной речью, хотя, наверное, оно и не удивительно, потому что бой сегодня длится аж целых 9 минут. В команде красных, кстати говоря, босс тоже довольно-таки серьезный чувачок. Это ВК-7201 и, как известно, с ним шутки плохи. Там есть серьезная волына, есть очень неплохая лобовая броня, поэтому, наверное, его следует опасаться. Хотя Маусятина в плане жира будет гораздо жирнее, и он вот этим вот своим жиром, как видно, усиленно пользует. Да так пользует, что ВК-7201 изначально хотел в наглую прокатить на мельницу, но, немного пободавшись с Маусом, решил все-таки нет. Ну его нафиг, поеду-ка я назад. Маус мало того, что просто жирнее, чем ВК, так его еще и хилит его совзводные. Да, здесь, конечно, безумное везение, что Маус стал боссом, а его совзводный сразу же стал доктором. Так что можно наглеть, чем, собственно, наш босс и пользуется. Они прям уже просто вкатывают практически на вражеский респ. И вот тут, когда казалось бы, что все, команда красных поплыла, они вдруг берут и начинают использовать присоску. Это, наверное, лучшее, что можно юзануть в данной ситуации. Так что теперь Маус становится практически беспомощным. Уже второй раз они ее юзают, и сейчас будет третий. Да, вы видите, просто бесконечная присоска. Ребята не знают, что им делать. Главное, чтобы сейчас доктора не отправили в ангар, потому что доктор здесь очень важен. И вот буквально за какие-то, я не знаю, считанные секунды Маус потерял огромное количество ХП. То есть из такого вот брутального жертвеста закатунчика он постепенно превращается в грушу для битья. Молодцы, конечно, команда красных сумели реабилитироваться и дать достойный отпор. Они еще и, кстати говоря, стали своего босса хилить, так что можно их там прям вообще лайками забросать за такую волю к победе. Но Маусятина все равно не сбавляет оборотов. Он продолжает настойчиво упарываться, видимо он понимает, что у него куча ХП, у него куча брони, и самое главное его бояться. Обратите внимание на вражеского босса, который особо не быкует. Он занял очень пассивную оборонительную позицию, стоит от домика, пытается что-то танковать, и я так понимаю надеется на то, что его пронесет. Хотя у него тоже куча ХП, куча брони, и вообще он может составлять достойную конкуренцию Маусятини, но он предпочитает стоять и играть более сейвово. Но в целом это тоже позиция, это тоже приносит определенные результаты, по крайней мере он живет, а наши никак не могут прорваться куда-то глубже. Да и ХП у Мауса особо не увеличивается, несмотря на то, что его перманентно хилят. Но в какой-то момент, судя по всему, ВК пересмотрел свою концепцию игры на боссе, и все-таки решил поиграть немного агрессивнее. Он решил передать привет нашему естонцу, который прям в наглую закатывает. Естественно, есоты улетает в ангар, ну а наш герой решает уже окончательно упороться и прям в наглую закатывает в ВК. Хорошо, хорошо, пошел процесс наваливания урона, но, к сожалению, кто-то из команды красных юзанул свою присоску. Наверное, если бы не эта штука, то ВК уже бы улетел на респ. Хотя в любом случае он так или иначе отправляется на перерождение, ну а наша команда получает преимущество. Возможно, у ВК банально закончились снаряды. Я не помню, сколько у него там снарядов, но, опять же, вполне возможно, что они у него просто закончились, и он был вынужден вот так вот упороться. У Мауса, к счастью, такой проблемы, в принципе, особо нет. У него достаточно большой запас боекомплекта, поэтому можно воевать чуть ли не все отведенное время и особо не париться за то, что стрелять будет нечем. Ну а пока суть до дела, наша команда потихонечку толкнула линию соприкосновения, то есть еще глубже продвинулась в сторону к вражескому респу. То есть теперь все те противники, которые будут появляться на этом респе, будут появляться уже непосредственно в самом замесе. Так что совсем скоро здесь будет очень и очень жарко. Ну а наш герой продолжает выживать. Теперь уже его, кстати говоря, хилит супер конь. Молодец, конечно, супер конь. Да и в целом команда, я так понимаю, ему попалась очень и очень неплохая. Ну, по крайней мере, доктора свою функцию выполняют и, в принципе, все делают грамотно. Жаль, конечно, что совзводный больше не доктор, но в любом случае Маусу, так или иначе, скорее всего, придется откиснуть нарез. Потому что у Мауса уже, как видно, начинают постепенно кончаться снаряды и, наверное, совсем скоро они все-таки у него кончатся. Ну а в данный момент мы видим очень красивый бутерброд, который исполняет команда красных. Просто какие-то безумные цифры урона по ним вливаются. Благодаря этому бутерброду Яга никак не может найти выход. Наша команда помогает, кстати, этому бутерброду не развалиться. Все кого-то там постоянно подталкивают. Ну просто, я не знаю, просто куча мала. И еще раз их присосали. Но на этот раз, к сожалению, обошлось без бутерброда. На этот раз только лишь одна ягодка прилипла к домику. Ну а у Мауса остается уже не так уж и много здоровья. Хотя Е-100, который теперь уже доктор, очень даже неплохо пытается его захилить, пытается его как-то с собой перекрыть. Вообще, молодцы, конечно, команда зеленых. Они прям действительно шарят. Кто становится докторами, они все, конечно же, молодцы. Реально очень сильно продлили жизнь нашему боссу. Обычно такого я не вижу. Я вижу, что каждый играет свою игру. И доктора, как правило, особо не спешат продлить жизнь своему боссу. Но здесь происходит просто, я не знаю, какой-то разрыв шаблонов, благодаря, наверное, которому этот бой попал на канал. И мы с вами его сейчас смотрим. Кстати, обратите внимание, что команда красных так и не отбилась. Они все по-прежнему никак не могут протолкнуть эту линию и прогнать команду зеленых со своего респа. В общем-то, действительно, бедолаги. Пока они там отбивались, Маус успел заресаться и по новой подъехать к ним на респ. Так что веселье на вашем респауне продолжается и никто никуда перемещаться отсюда не будет. Хорошо. Неплохо их так присосало к домику. И сейчас бы Маусу закатить в эту кучу малу и взорваться. Но, к сожалению, он немножечко не успевает. Противники начинают рассасываться кто куда. И, несмотря на более-менее равный счет, у меня такое ощущение, что в команде красных поселилась дизмораль. Неплохое притяжение от команды красных. Мауса и ИСа-4 забутербродило. Неприятно, конечно, но ничего критичного в этом нет. Действительно, сейчас такое ощущение, что команда красных на жесткой дизморали. Смотрите, они даже особо не пытаются стрелять по Маусу. Видимо, они просто потеряли надежду законтрить этого жирного Маусеныша. Ну, вот Хэви предпринимает какие-то вялые попытки пострелять по Маусятине. Но ему это не интересно. Он, как говорится, и сам не прочь пострелять. И идет в такую вот финальную упорку. Конечно, так упарываться, наверное, не стоило бы. Но до конца этого сражения остается 10 секунд. И навряд ли противник за это время успеет отправить Мауса в ангар. Поэтому это была такая вот финальная упорочка. И в конце концов, это красивая победа. Вот такой вот сегодня фановый бой на самом грозном боссе из этого режима. Обязательно пишите, что думаете. Напишите, пожалуйста, под этим видео, вообще, стоит ли мне еще такое выкладывать. Потому что именно от вас в основном и зависит, то буду ли я выкладывать бои из Биг Босса или нет. Ну и в целом, конечно, что касается самого боя, то, как по мне, он действительно получился очень красивым, фановым и задорным. И самое главное, что здесь была адекватная команда. Доктора лечили просто, я не знаю, по КД. Но и команда красных в целом-то оказалась, как говорится, не подарок. В какой-то момент они дали достойный отпор. Но, в конце концов, под натиском нашего Мауса, они морально просили и потеряли веру в победу. В общем-то, вот такой вот бой. Обязательно пишите, что думаете. На этом у меня все и до скорых встреч.